Так, внимание, смотрите, где мы. Это не Африка, это мы приехали в зоопарк, местный наш, города Колчестер. В общем, я подробности про зоопарк снимать не буду, но вот смотрите, слоник достает травку, да? Там у него нет, наверное, есть, просто ему интересно, какая там травка. Подробности снимать про зоопарк не буду, по той причине, что я здесь уже снимала видео, оно, правда, может, не супер такое вышло, но просто еще с двумя маленькими детьми тоже сложно тут подробности снимать. Но я что хотела сказать, что тоже интересно, да, зоопарк во время карантина, как тут с ним обстоят дела. Вот это мое любимое место, на самом деле, в Колчестерском зоопарке. Место для пикника рядом со слонами, да, сидишь и смотришь себе на слонов. Здоровско, правда? А другие на столе? В общем, погода сегодня, как обычно, когда хорошая мы дома сидим, когда плохая, то мы где-то едем гулять. Ну, вот что хотелось спросить вас между делом. Вот как вы думаете, сколько стоит содержать зоопарк в день? Сколько нужно денег, чтобы все животные были накормлены, напоены, сытые, чистые? И вот не поверите, Колчестерский зоопарк вот этот в день расходует 25 тысяч фунтов. Представляете, какие расходы? И вот когда случился локдаун у нас в Англии, когда все закрыли на карантин, зоопарк, естественно, закрыли тоже. И, в общем-то, многие музеи жаловались мне, вот писали в комментариях, что какой кошмар, у вас там музей Джейн Остин под угрозой того, что его закроют, потому что не поступает денег. Да, но музей Джейн Остин это еще туда-сюда, потому что, ну, какие там экспонаты, которые, в общем, каши не просят, а животные вы не доположь тиграм мясо, да? В общем, руководство зоопарка выступило в прессе и сказало, что извините, но мы выдержим еще два месяца закрытия. И потом, если нас не откроют, то будем вынуждены закрывать зоопарк, потому что животных содержать не на что. В общем, короче, зоопарк был закрыт, конечно, больше, чем два месяца, если я не ошибаюсь, три или четыре. Чтобы открыть, пришлось съесть нескольких животных. Шутка, шучу, конечно, никого не съели, но открыли фонд сбора денег на зоопарк. Вот, как вы думаете, сколько собрали денег? Приблизительно 100 тысяч. В принципе, это огромная сумма, правда? Потому что, ну, представьте себе 100 тысяч, то есть каждый там жертвовал по 5, по 10. Но в пересчете на дни это 4 дня, собственно говоря, поэтому сумма небольшая получается. 100 тысяч сумма небольшая. В данном зоопарке представлены тигры по имени Аннушка, Игорь, Тайга, ну, это я не знаю, что Татьяна, наверное, но Татана какая-то, Паша и Миша, знакомьтесь. Вот эти, смотрите, Паша, Миша и Татьяна, они родились уже здесь, в зоопарке. Видимо, поэтому англичане не поняли, как назвать, назвали Татана. Ну, ладно, Татана, так Татана. Так, смотрите еще, вот такая птица. Честно говоря, забыла, как называется она по-русски, стервятник, не стервятник, не знаю, короче. Вот она, по-английски она называется Vulture. Минутка английского языка. В английском языке есть такое выражение culture vulture. В общем, это такой человек, охотник до культуры, которого хлебом не корми, дай по всяким музеям, там, по, не знаю, там, театрам. Ну, знаете, например, в отпуск ездят люди, кто-то любит на пляже полежать, а кто-то, вот, по экскурсиям и по музеям. Вот, в английском языке такой человек называется culture vulture, что он набрасывается на культурные мероприятия, как на добычу и рвет на части. Здесь демонстрируется wetland area, ну, то есть, короче, местные, красоты местных болот, да, ну, и всякие там жабочки и прочие какие-то жучки. Но вот в Англии очень распространена такая вещь, как bird watching, наблюдение за птицами. И вот здесь продемонстрировано наблюдение за птицами. О, sorry, sorry. Вот, смотрите, входишь в комнату, здесь стоит лавочка, садишься, вот, и смотришь себе. Здесь еще, по идее, бинокль должен быть, но сейчас, может быть, нет из-за коронавируса. И здесь расписано. Некоторые англичане, они вот так одеваются тепло, термос берут и идут bird watching делать. Тут есть такие специальные станции для bird watching, то есть, ну, примерно такие же домики, не обязательно со стеклом, просто там может быть такой, типа, не знаю, блиндаж, что ли, как сказать. И они там сидят с биноклем в засаде и просто наблюдают за птицами. Комаров тут нет в Англии, так что можно спокойно сидеть на болотах хоть целый день. Никто тебя не закусает. Очень популярные в Англии развлечения. И вот, видите, даже в зоопарке сделали такую станцию наблюдения за птицами. Если у вас дети уже устали от животных, то к вашим услугам детские площадки зоопарка. Оп! Пошел! Марчин, тебе понравился зоопарк? Да. Так, хотелось отчитаться вам, как дела у наших рыбаков, у которых мы покупали рыбу во время карантина. Помните, наверное, я рассказывала, что у нас придумали рыбаки рыбу привозить на дом, когда нельзя было из дома выходить. Очень удобная оказалась функция. Карантин закончился. Вот, мы продолжаем покупать рыбу. Вот, как раз сегодня привезли. Это ее поймали, я так понимаю, вчера. Привозят чищеную. Там разные рыбы. По-моему, 10 штук. Какие поймают. Какие поймаются, такие и привозят. Ну, в основном там комбала, путасу и разные виды каких-то... Еще скат там есть. Ну, вот, всякие-всякие рыбки. Вот, ну, что интересно про наших рыбаков, что они расширились, стали продавать не только рыбу теперь. В общем, как я рассказывала, во время карантина рыбаки местные стали предлагать привозить на дом улов дня. То есть, привозят такую коробку, ты заранее не знаешь, что там лежит. Это стало достаточно популярно, потому что привозят тебе свежую рыбу на дом. Доставка бесплатная. Почищено все. Что? Они расширились, открыли магазин и стали там продавать, помимо вот этих коробок, стали продавать отдельно рыбу. У них можно купить... У них своя коптильня, можно копченую, можно свежевыловленную, можно краба, там, ну, что хочешь. Ну, единственное, что этот ассортимент чаще всего не постоянный, особенно если речь идет о местной рыбе. И те, кто на них подписан, вы прям получаете сообщение. Например, сегодня вышли в море, ждите результата. Потом там через несколько часов они пишут, окей, поймали, например, 3 больших краба, там, 2 омара, столько-то камбалы, столько-то такой рыбы, там, такая-то большая. Заказывайте. И можно сразу заказать, то есть, они сразу очень быстро доставляют. И плюс они стали делать на своем сайте, тоже сотрудничать, видимо, с какими-то фермами, или это их ферма, я даже не знаю. Такие коробки овощей, яйца и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, короче, сервис стал популярный, очень удобный. Овощи мы, правда, не покупаем, мне кажется, что немножко дороговато. Но рыбу берем с удовольствием. Вот еще наши покупки от рыбаков, хотела показать. В общем, смотрите, что это такое. Странный чеснок. Не знаю, в России популярный или нет, в Англии достаточно популярный, по крайней мере, в нашем графстве, копченый чеснок. То есть, это нормальный сырой чеснок, как бы, не вареный, не приготовленный, не жареный, там, не горячего копчения. Но он висел в коптильне. В общем, вот такая вот покупка. Мне кажется, классно. Ну, это на любителя, но мне кажется, все равно интересно. Вот, ну, вот яйца мы покупаем у них тоже, фермерские. И еще, смотрите, какая интересная вещь. В общем, хозяин вот этой лодки, его зовут Роберт Симпер, он еще пишет книжки. И на этом же сайте, где вы можете купить рыбу, там можно купить разные его книги. Ну, я так понимаю, что это он пишет в основном, то есть, это не художественная литература, он пишет в основном про реки, лодки, море. Ну, в общем, все, что связано с водой, с рыбой, с путешествием по воде. Вот эта книга называется «По реке Дебон», то есть, это та река, которая как раз здесь впадает в море. Здесь в основном фотки, ну, и рассказывается подробности про все места, про все лодки, про рыбаков, там, про все-все-все, что происходит на берегах этой реки Дебон, где, в общем, по которой они выходят в море. Я купила книгу, потому что, ну, конечно, хотелось поддержать, во-первых, во-вторых, ну, мы часто ездим на реку Дебон, тоже было интересно и любопытно, что там происходит. Ну, и потом мне показалось, это так прекрасно, рыбак-писатель, который пишет про свой родной край. Человек просто нашел себя, правда, мне кажется, замечательно.